Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы говорили, что когда просыпаешься утром, нужно сначала умыться. Да, в начале лицо, после чего руки, или в начале руки, после чего лицо. Если вы считаете, что на вас кто-то влияет, нужно набрать в правую ладошку и вот так за спину брызнуть водичку, потом в левую и тоже назад. Если вы, девочка, и вечером приходите домой и долго гуляли в короткой юбке, то вас могли тоже сглазить, после чего на протяжении 3-6 или 9 месяцев такой сглаз может проявиться в виде сыпи на лице или на теле. Это сыпь от того, что вас сглазили. Убрать несложно. Перед тем, как утром пойдете на унитаз, необходимо потерпеть, подойти к водичке, набрать в правую ладонь и брызнуть на левую ногу, в левую ладонь, брызнуть на правую, после чего брызнуть через левое, через правое плечо, помыть вот так руки и умыть лицо. Таким образом будет все убрано. А у меня такой вопрос. Часто я посыпаюсь в 4-5 утра в туалет, потом иду досыпать. В какой момент умываться после первого или после второго? Если я иду в 4-5 утра в туалет, то это первые признаки, что что-то с организмом не так. Потому что человек ночью должен спать. И что же такое необходимо делать? Необходимо определить, может быть, меньше водички пить, или может не кушать на ночь, или может высокий инсулин, или может у вас высокая глюкоза. Обратите на это внимание, потому что так происходить не должно. Человек должен засыпать в определенное время и просыпаться утром. Ночью он должен спать. Тем не менее, если ночью хочется по-маленькому сходить, это может быть заболеваниями почек, если по-большому, это может быть несварение желудка, или несварение, что-то с кишечником, дисбактериоз, допустим. И это все необходимо вот так устранять. Но, тем не менее, если вы ночью идете, и вам необходимо в туалет, то не нужно умываться. Это умываться и вот так мыть лицо, руки необходимо перед тем, как вы выйдете в люди, выйдете в свет, выйдете куда-то. Вообще, что это такое? Это знаете, как очиститься, это как духовное очищение. Так же и с мантрами очень часто происходит, и с кодами. Вот для чего человеку читать мантры, или для чего человеку читать коды? Это знаете, как пообщаться с Богом. Это как чистить зубы. То есть человеку необходимо прийти в какую-то норму, в более, наверное, в одухотворенное состояние, настроить себя на то, чтобы не быть вредным зверем, нервным там, или еще кем-то. Иногда это необходимо. Со временем, когда сознание и чувство привыкают к этому, надобность или потребность в том, чтобы заниматься ежедневно, отпадает. И просто живешь, естественно, как нормальный, абсолютно нормальный человек. То есть нет необходимости утром заниматься, читать коды и так далее. Основная медитация в такой момент, это медитация просто радуюсь жизни, восхищаюсь от того, что что-то прекрасное в жизни происходит и так далее.